Всем привет дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале Советы Сантехника 7.1 Хотелось бы представиться перед новыми телезрителями. Меня зовут Владимир, я работаю монтажником инженерных систем, то есть сантехникам уже 20 лет И сегодняшнее видео хотелось бы посвятить уплотнению резьбы с помощью нити Для данного видео я выбрал нить производителя регион спецтехно, торговая марка Sprint Почему я выбрал его? Потому что это отечественный производитель с достойным качеством Итак дорогие друзья, что мы будем делать сегодня? Давайте я вам покажу Сначала мы попробуем уплотнить полдюймовые резьбы, то есть полдюймовый кран и полдюймовый ниппель Далее попробуем уплотнить трехчетвертной ниппель и трехчетвертной кран Ну и в завершении уплотним дюймовый ниппель и дюймовый кран Сразу хочу отметить, что я не рекомендую использовать нить без насечек на резьбе Нить идет с пропиткой, она очень скользкая, поэтому только с насечками не занимайтесь экспериментами Сделать насечки недолго Я изложу свою версию, как правильно паковать нитью и сколько ее надо Давайте приступим Итак дорогие друзья, вот у нас есть латунный ниппель, который идет без насечек Я сделаю ключиком небольшие насечки на ниппеле, чтобы был зацеп нити, потому что она очень скользкая и ей надо за что-то цепляться Это не лен, это нить Да, удобно, но есть свои нюансы Нанес на ниппель немножко насечек, этого будет для нити достаточно Итак дорогие друзья, начинать паковать ниппель я буду от середины ниппеля, то есть вот отсюда И буду идти к началу резьбы, то есть буду паковать в крест Начинать паковать я буду где-то отступив одну третью от резьбы Вот отсюда одну третью, то есть не от самого начала, а вот отсюда Чтобы как можно меньше было бороды Вот она вся уплотнится и лишнее все это растянет по резьбе Итак давайте приступим Берем нашу нить Заводим хвостик под основной хлыст Вот она скользкая Зацепляем и начинаем плотно-плотно заполнять бороздки Заполнили одну Перешли на вторую Пакуем очень плотно Заполнили вторую Перешли на третью Заполняем третью Заполнили третью И хвостик Я его сейчас ножницами отрежу Потому что мне в песках не очень удобно Вот хвостик Раз Мы заводим его На зацеп резьбы Вот это дело все плотно Протянули И начинаем наворачивать кран Вот у нас видите хвостик зацепился Которым мы закончили Вот Все у нас идет очень плотно Все Теперь Начинаем Монтаж Ключом Так Вот видите Что ничего не прокручивается Все идет как по маслу Довольно таки туго Извините ребят Что держу Может быть ключ не так Но мне так удобней Ключ хороший Вот мы Уплотняем Пол дюймовую Резьбу Повторюсь Идет очень плотно Ну давайте теперь посмотрим Что у нас получилось Поближе А получился у нас Вот такой стык Вот видите Практически бороды нету Все хорошо И качественно Уплотнилось Давайте попробуем Это дело Раскрутим И посмотрим Как все пропаковалось Очень плотный стык получился Но единственный минус нити Она не используется На системах с антифризом Только газ и вода На антифриз она не идет Вот Производитель Не то что не рекомендует Производитель Запрещает Вот видите Все Хорошо И качественно Уплотнилось Ну давайте теперь Попробуем Смонтировать Трехчетвертной кран Итак Вот у нас Трехчетвертной ниппель Начинаю его паковать Так же как и пол дюймовый То есть Отступаю где-то Одну треть От середины ниппеля К началу Резьбы И так же Плотненько Плотненько Начинаю Заполнять Боростки Заполнили Одну Идем в крест резьбе Заполняем Следующую Заполнили Переходим в крест резьбе На следующую боростку Заполнили Делаем еще оборотик Заполнили Теперь переходим На самую последнюю боростку Заполнили Отрезали И хвостик заводим Вот сюда Чтобы закусила Его Резьба Чтобы его не Выдавила Ну и Начинаем Накручивать Все От руки Он больше не идет Начнем монтировать Ключом Надеюсь Вам все видно Вот Нигде Ничего Не прокручивается Все Хорошо Уплотняется Стык Вот Идем И доводим Потихонечку До конца Ну вот Здесь немножко Выдавил Это Ничего страшного Вот Такой Получается Стык Давайте Посмотрим Поближе Вот Немножко Выдавила Но Это Остатки Это Можно все Убрать Тряпочкой В принципе Получается Вот Такой В принципе Стык Вот Ну что Давайте теперь попробуем Дюймовую резьбу Ну а дюймовую резьбу Сейчас попробуем Упаковать Без насечек То есть на гладкую резьбу Также Завожу хвостик Под основной Нить Чтоб его закусило Нигде не вылазил Также Отступаю Одну третью И начинаю Заполнять Бороздки Резьбы Одну Заправили Перехожу В крест резьбе На другую Заполняю Все это Натягиваю Плотно Заполнил Перехожу На следующую На третью Заполнил Нить на разрыв Очень прочная Поэтому Все ее По резьбе Разгонит И Оставшийся Хвостик Сейчас Вот Оставшийся хвостик Мы Отрезаем На Зацеп Резьбы Чтоб его Никуда Не согнала Чтоб его Закусила Резьба С крана Вот так Вот Все Он Уже Не Идет Давайте Будем Паковать Его Ключом Надеюсь Все Видно Видно Видите Она Не прокручивается Даже Без Насечек Идет Очень Плотно Мобильные Тиски Гуляют По столу И вот Ее начинает Раздавливать Выгонять По всей Резьбе Растягивать Ниппель У нас Не конусной Обычный Вот Вот Получился Такой Вот Стык Повторюсь Этот Ниппель Без Насечек То есть На гладкую Резьбу Мы Намотали Нить Получился Вот Такой Вот Аккуратненький Резьбовой Стык Повторюсь Я не рекомендую Нить Использовать Без Насечек Я мотаю Нить именно так Почему в тисках? Ну это Чтоб было хорошее Качественное видео Я снимаю Как запаковать А не как я работаю Естественно На руках Все это происходит Гораздо быстрее Так что Дорогие друзья Используем Качественные Отечественные Материалы Вот И будет вам счастье Повторюсь На антифриз Нить не идет Ну что Всем удачи Всем пока Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Дизлайки Пишите комментарии Всегда рад вашему вниманию Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok